В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Какие последствия данная ситуация несет для России и какую угрозу представляет, смотрите в нашем следующем сюжете. Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в Афганистане, сформировалась не за один день, а постепенно. Точка отчета для ее возникновения принято считать знаменитой событий 2001 года. Когда были атакованы американские небоскребы. После этого в 2002 году была начата так называемая операция в Афганистане. А по сути война в Афганистане, в которой участие принимали как контингенты западных вооруженных сил во главе США, так и активную поддержку их действиям в Афганистане оказала Российская Федерация. Начиная с 2002 года на территории Афганистана были введены коалиционные силы. Их действия в первую очередь, наверное, нужно рассматривать как миротворческие и консервистические. Россия эту деятельность поддерживала, хотя непосредственно российские войска там не размещались. Но Россия обеспечила достаточно долгую информационную поддержку этим мероприятиям и различного рода транспортные узлы были предоставлены. Однако в дальнейшем, по мере ухудшения отношений между Россией и Соединенными Штатами, Россией и Западом, сотрудничество по Афганистану с Западом России прекратило. Но, тем не менее, если мы посмотрим заявление президента России Владимировича Путина по поводу нахождения американских и западных контингентов в Афганистане, он неоднократно заявлял о том, что, в принципе, нахождение этих контингентов в Афганистане, оно скорее носит положительный характер, поскольку препятствует развитию на данной территории различного рода террористических движений. Одно из таких крупных заявлений Владимир Путин сделал в октябре прошлого года, когда на вопрос о том, как он относится к выводу американских войск с территории Афганистана, Путин заявил, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит российским интересам и носит стабилизирующий характер для Афганистана. На протяжении последних где-то 5-7 лет американское руководство заявляло о том, что оно намерено произвести вывод своих войск в Афганистане. Первоначально это было сделано президентом Обамы, затем этот же курс подтвердил президент Трамп. Более того, Трамп в 2020 году подписал с движением «Талибан» дохское соглашение о том, что американцы и «Талибан» договариваются о том, что постепенно войска будут вводиться. Новый президент Джо Байден поставил точку в этом вопросе. И в ближайшее время решится вывод войск американского контингента. Российская сторона считает, что нахождение зарубежных конвенциональных сил на территории Афганистана носит больше положительный характер, чем отрицательный. Недавно, неделю назад, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Батрушев заявил о том, что вывод американских войск из Афганистана будет способствовать деградации обстановки в Афганистане. И мы можем в ближайшее время ожидать усиления деятельности террористических организаций на территории Афганистана, таких как Аль-Каиды. Если говорить об угрозе для России, то запрещенная территория Российской Федерации террористическое движение «Талибан» представляет угрозу. И в целом мы должны понимать, что Россию не может не беспокоить ситуацию с терроризмом в Афганистане, поскольку этот регион прилегает к зоне российских интересов. Елизавета Никитина, Универ Ньюс. Универ Ньюс.